ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможно ли военное столкновение супердержав за Тайвань? На эти вопросы в ближайшие полчаса пытаемся ответить в нашем эфире. Итак, самоубийственным шагом в начале недели назвал Генсек ООН любое нападение на атомную электростанцию после обстрелов, которым подверглась Запорожская АЭС 7 и 5 августа соответственно. Украинская сторона обвинила Россию в обстреле АЭС, занятой российскими войсками с марта нынешнего года. Россия заявила, что обстрелы осуществляет ВСУ, и обратилась в СовбезООН с просьбой созвать спецсессию на этот счет. Представители Международного агентства по атомной энергетике на этом фоне заявили о том, что при текущем развитии событий существует риск ядерной катастрофы. Сообщается, что при обстрелах снаряды попали в высоковольтную линию электропередач, что заставило операторов станции отключить один из энергоблоков. При этом, как позднее уточнили в МАГАТЭ и Совете национальной безопасности США, утечек радиации после обстрелов зафиксировано не было. Уже к середине недели американские СМИ сообщили о том, что Госдеп США поддерживает создание вокруг АЭС демилитаризованной зоны. Эту информацию подтвердила зам госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс. При этом российский спецпредставитель при ООН Василий Небензе, выступая на заседании Совбеза, заявил, что в случае вывода российских войск с Запорожской АЭС могут случиться, цитата, чудовищные провокации. На этом фоне постоянный представитель Украины при ООН Сергея Кислица заявил, что Украина настаивает на том, что миссия МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС с территории, находящейся под контролем Киева, и действовать в соответствии с украинским законодательством. О ядерной безопасности, или скорее ее отсутствии в зоне военных конфликтов и ситуации на Запорожской АЭС, я спрашивал старшего научного сотрудника Центра по предотвращению ядерного распространения Института Стимсона Ричарда Купита. Ричард, для начала хочу вас спросить о том, какие факты нам известны о состоянии оборудования и о ситуации на атомной электростанции в Запорожье после того, как она подверглась обстрелам. У нас ограниченные сведения, но были сообщения о том, что персонал атомной станции продолжает работать. Насколько нам известно, на станции сейчас в эксплуатации два реактора. Тем не менее, украинская служба по регулированию ядерной безопасности говорит, что не может осуществлять надзор за безопасностью на станции. Мы знаем, что в марте российские войска стреляли по этой станции и затем ее захватили. Насколько я понимаю, украинский персонал продолжает эксплуатацию станции но в условиях российской оккупации. При этом, насколько я понимаю, в ходе недавних обстрелов цели были выбраны очень точно. Поэтому реакторы не были повреждены. И выброса радиоактивных материалов тоже не было. Тем не менее, опасность существует и, как выяснилось, в других частях станции были повреждения. На одном из активных реакторов сработала система аварийной защиты. Там был небольшой пожар, но он был ликвидирован. На основании информации из открытых источников, если посмотреть на снимки с воздуха, видно, что на территории атомной станции находятся российские военные машины. Причем не только грузовики. Это все, что пока можно сказать, так как ни у МАГАТЭ, ни у других независимых организаций пока нет доступа на станцию. Совет национальной безопасности Соединенных Штатов говорит, что, к счастью, там не было признаков утечек радиации. Насколько можно полагаться на эту информацию и откуда США ее получают? Прежде всего, как украинские службы по ядерной энергетике, так и МАГАТЭ осуществляют мониторинг уровня радиоактивности на всех атомных электростанциях. Я бы сказал, что этой информации можно доверять. Выброс радиоактивных веществ может быть зафиксирован целым рядом систем контроля. Поэтому мы уверены в правдивости того, что мы слышим. В целом, современные атомные электростанции намного безопаснее, чем в свое время был Чернобыль. На современных атомных электростанциях есть системы локализации аварий. Много мер было предпринято для повышения ядерной безопасности после Чернобыля. Сами купола защитной оболочки реактора очень надежные, но есть еще и дополнительные системы, рассчитанные на то, чтобы выдержать крушение самолета. Они очень надежные. На станции есть сухое хранилище для отработанного ядерного топлива. Это большие литые конструкции, тоже очень надежные, которые могут выстоять даже при сильных повреждениях. Но самые серьезные внешние факторы риска это, во-первых, потеря электроэнергии, что может повлиять на охлаждение реактора. Но, насколько я понимаю, этот вопрос был решен. Даже если выбор радиации произойдет, скорее всего, он будет локализован в защитном куполе. А во-вторых, отработанное топливо, которое хранится в бассейнах, может вызывать обеспокоенность, потому что, если вода стечет, может возникнуть пожар. В такой ситуации возможен выбор с радиацией, которая будет распространяться в направлении ветра. И, конечно, это опасно для тех, кто находится вблизи атомной станции. Но даже в такой ситуации надо понимать, что твеллы, топливные элементы, находятся в бассейне уже несколько недель, и поэтому уже произошел распад многих наиболее опасных элементов. Таким образом, опасность ниже, но она есть и может сильно повлиять, особенно на тех, кто находится вблизи станции. В случае серьезного выброса радиоактивности могут пострадать большие территории, но пока опасность относительно невелика. К счастью. Поэтому я думаю, что там все нормально, но тем не менее опасность все равно существует. При проектировании атомных электростанций закладывается определенный запас прочности, и системы безопасности построены с расчетом на определенные виды опасностей. Тем не менее, я думаю, что никто при проектировании не закладывает такие риски, как сильный артиллерийский обстрел или ракетный удар. С точки зрения рисков и угроз, сложившаяся ситуация для нас абсолютно новая. С глобальной точки зрения, это первый в истории прецедент, когда атомная электростанция оказалась в центре военных действий? Я в этом не уверен, но до такой степени да, это впервые. Я не помню, чтобы в прошлом было нечто подобное, когда после оккупации территории эксплуатацию станций осуществляли представители системы безопасности одной страны под надзором оккупационных войск другой страны. Это очень необычно и ничего подобного раньше я не помню. Однако я должен заметить, что в прошлом были ситуации, вызывающие тревогу, например, в странах, которые используют или транспортируют десятки тысяч радиоактивных материалов, включая некоторые очень опасные, первой или второй категории по классификации МАГАТЭ. Такие вещи происходят ежедневно. Были также ситуации, когда эти материалы находились в зонах конфликтов. Самое последнее из них, это когда мы имели дело с ИГИЛ в Иране. У них есть кобальт-60. И к счастью, ИГИЛу не удалось узнать, где он. Материалы такого рода привлекают террористов, но и сами предприятия и электростанции представляют опасность для тех, кто участвует в боях на их территории. Были некоторые сведения, что оккупационные войска подвергались воздействию радиации на территории Чернобыльской станции, потому что начали копать сильно зараженную почву и, возможно, подверглись воздействию радиации. Я не могу подтвердить эту информацию через независимые источники, но такие сведения были. Это опасно даже для военных, которые принимают участие в боях на этой территории. Мне кажется, генеральный секретарь ООН назвал такие действия суицидальными. Ричард, мы слышим множество предупреждений, поступающих от разных международных организаций, от МАГАТЭ. Мы обратились в МАГАТЭ за комментариями, но они не смогли сейчас их предоставить. Мы знаем, что МАГАТЭ не смогло провести соответствующие инспекции на Запорожской АЭС. Российская сторона говорит, что доступ был предоставлен, но не использован. Какой в этой связи существует протокол для таких ситуаций? Как международное сообщество должно себя вести и как снизить риски, возникшие в этой ситуации? Насколько я понимаю, Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ. Но генеральный директор МАГАТЭ Гросси сказал, что хочет получить разрешение от правительства Украины, потому что это украинская станция. Но самое главное, они хотят получить гарантии безопасности для своих инспекторов, безопасный проезд через военную зону. Эти вопросы не были улажены. Говоря о гарантиях безопасности, мы видели примеры во время гуманитарных мероприятий конфликта, когда гарантии были обещаны, но не выполнены. Не на этой станции, а во время эвакуации гражданского населения, когда не была обеспечена безопасность гуманитарного конвоя. Именно поэтому будет очень сложно провести инспекции. Несколько международных соглашений по нераспространению даже содержат конкретные пункты о необходимости защищать инспекторов. Они должны быть в безопасности. Я бы сам не отправил своих людей в такую ситуацию без надежных гарантий, которым можно действительно верить. Верить в то, что их безопасность будет обеспечена. Этот аспект будет очень сложно разрешить. Итак, Ричард, в сложившейся ситуации все, что нам остается, это молиться и наблюдать за тем, что происходит, в надежде на то, что самого страшного сценария удастся избежать? Нет, я думаю, что международному сообществу стоит продолжать добиваться разрешения на доступ для инспекторов МАГАТЭ на эти станции. Мы понимаем, что это можно сделать. Также очень важно, чтобы МАГАТЭ продолжала работать с внутренними барьерами защищенности реакторов. В Украине этот аспект уже является сложным. Российская оккупация Крыма также означает, что была оккупирована территория, на которой находится исследовательский реактор в Крыму. МАГАТЭ не смогло получить доступ к этому реактору и, следовательно, подтвердить какую-либо информацию о том, что там происходит после российской оккупации. Поэтому мы должны продолжать работать, в частности, над тем, чтобы они повысили безопасность и надежность на всех своих атомных электростанциях в Украине. На нескольких из них надо следить за безопасностью в сухих хранилищах, отработавшего топлива. Я бы также добавил, что надо очень внимательно следить за тем, чтобы люди, которые работают на этих станциях и их семьи, получали все необходимое для их собственной безопасности. Ричард, я хочу обсудить здесь еще один конфликт. В центре внимания международного сообщества наряду с Украиной был в последнее время Тайвань. По сведениям Вашингтона, китайский ядерный арсенал находится в процессе расширения. Несколько дней тому назад Пекин заявил, что никогда не начнет ядерный конфликт первым, если его не спровоцируют. Должен ли Запад быть обеспокоен? И беспокоит ли Вас возможная ядерная эскалация вокруг Тайваня, если что-то вдруг выйдет из-под контроля? Все страны, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Российскую Федерацию, сказали, что в ядерной войне невозможно победить, и поэтому ее не стоит начинать. Это заявление, конечно, было сделано несколько месяцев тому назад, до февраля этого года. Поэтому сейчас, конечно, возникают определенные опасения по поводу того, насколько поздно полагаться на такие декларации. Да, Китай сказал, что не будет инициатором ядерного конфликта. Если что-то произойдет, вторжение или что-то в этом роде, сейчас, когда у обеих сторон очень много ядерных реакторов, тогда это реальный повод для беспокойства. В Китае реакторов много, и они строят еще больше, а на Тайване сейчас в эксплуатации три реактора на атомных электростанциях и исследовательский реактор в научном городке. Такая опасность будет существовать, если конфронтация продолжится. Вначале могут быть использованы только обычные виды вооружения. Но ядерные объекты представляют собой опасность, даже если в конфликте используются обычные виды вооружения. Примечательно, что Китай в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. Такое заявление в четверг сделал постпред КНР при ООН. Все это на фоне продолжающегося риторического и военного обострения в плоскости китайско-тайваньских отношений. Разговор об этом дальше в нашем эфире. Ну и углубляясь в тему Тайваня, громко прозвучавшую на фоне визита на этот остров на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. В начале нынешней недели в связи с проводившимися Китаем крупнейшими военными учениями, министр иностранных дел Тайвани заявил, что Китай использует маневры как подготовку для нападения на остров. А премьер-министр Сингапура в начале недели предупредил о риске ошибки в расчетах США и Китая, которая может привести к обострению конфликта. «Над нами собирается шторм», заявил сингапурский политик в телевизионном обращении к народу. В самом Пекине в середине недели управление Госсовета КНР по делам Тайваня заявило о том, что силовой сценарий воссоединения Тайваня с Китаем не исключается. Подчеркивается при этом, что изначально с предельной искренностью будут сделаны попытки добиваться мирного воссоединения с островом. О риторике и планах Китая на объединение с Тайванем, а также о динамике отношений Пекина и Вашингтона в этом контексте я спрашивала научного сотрудника Центра Карнеги, специалиста по Китаю Тимура Умарова. Я бы не стал подавать данные заявления и все те заявления, которые были сделаны после визита на НСП Лоси, как готовность начать в краткосрочном или даже в среднесрочном периоде какие-то вооруженные действия, потому что на самом деле сейчас в Китае много чего происходит и тратить силы и энергию на что-то выходящее за рамки внутренней политики Компартия, как мне кажется, не будет на носу 20-й съезд Компартии, на который должен в третий раз переизбраться Си Дзиньпин на пост председателя Китайской Народной Республики, что на самом деле ломает всю ту традицию, которую Китай следовал последние десятилетия. И все силы нынешнего руководства сосредоточены на именно этом событии, а все, что мы видим вокруг Тайваня, всю эту риторику, военное учение, это все на самом деле то, что было предсказуемо об этом Китай прямо говорил, когда Нэнси Пелоси изначально заявляла о своем визите. И мне кажется, никого происходящее сейчас и озвучиваемое китайскими дипломатами и разными другими институциями китайскими не должно удивлять. Более того, на самом деле Китай всегда говорил о том, что как только закончатся мирные средства воссоединения в кавычках, это китайская пропаганда так это выдает, воссоединение Тайваня с Китаем, когда мирные средства для этого закончатся, то Китай готов перейти к немирным средствам. То есть это не то, чтобы какой-то сюрприз сейчас для всего мира приготовил Китай, это факт, который был известен всем и Нэнси Пелоси отправляясь на Тайвань знала о всей риторике стороны Китайской Республики. Поэтому как мне кажется не стоит видеть в этом какой-то фактор начала войны вокруг Тайваня завтра. Ну а может быть для Китая сейчас и наверное в перспективе тоже что-то более выгодное чем война, поскольку мы знаем, что китайские лидеры очень прагматичные, мы знаем, что экономика играет очень большую роль связи внешние. Может Китай сыграть на чем-то другом? Потому что очевидно, что проводимое учение это было обрецание оружия, показывание мускул, а есть там что-то еще, может быть двойное дно в определенной степени? Многие говорили, что сам факт того, что самолет на Тайвань приземлился, это уже слабость Китая, проявление того, что Китай дал слабину. Но на самом деле, если посмотреть на это действительно трезвым взглядом, то кажется, что это был единственный нормальный шаг, на который мог пойти Китай. Мы, конечно, могли увидеть совершенно радикальный вариант, когда самолет условно сбивался со стороны Китая, и это привело бы автоматически к непредвиденным обстоятельствам каким-то начала, возможно, войны китайско-американской, потому что все-таки наступилось и третий человек по важности в Соединенных Штатах Америки. Но Китай поступил как действительно ответственная держава и не начал войну на пустом месте. И поэтому все, что делается сейчас, это демонстрация того, что Китай это не слабый игрок, а такой ответственный, что все те учения, вся та жесткая риторика, это все для демонстрации того, что Китай не потерял лицо. Китай это тоже сильная держава, которая может себе позволить всякие разные инструменты для демонстрации своей мощи, но просто не делает из-за того, что она такая ответственная. Но, конечно, у Китая есть огромное количество экономических инструментов для давления на Тайвань. Напомню, что больше 40% торговли Тайваня завязано на материке. Огромное количество тайваньских бизнесов зависит от поставок в Китай. И, на самом деле, те производители полупроводников, которые известны по всему миру, и Тайвань действительно самый главный производитель микрочипов по всему миру. Они тоже продают большую часть своего товара именно в Китайскую Народную Республику. То есть, нельзя сказать, что кроме военных инструментов у Китая больше нет других методов заставить Тайвань действовать как-то иначе. И, на самом деле, через два года, в 2024 году, на Тайване идут выборы, по результатам которых будет более-менее понятно, как к отношению с материком, как на отношение с материком смотрит политическая элита Тайваня. Насколько они считают выгодным сейчас придерживаться той политики, которой они придерживаются, продолжать давить на независимость, отталкиваться дальше от Китая и идти на сближение с США дальнейшее, или же они видят выгоду в каком-нибудь сближении с Пекином. От этого многое будет зависеть, в том числе и потенциальное вооружение столкновения между Китаем и Тайванем. Тимур, интересно, что со стороны американских элит звучала риторика, которая была не совсем в унисон, не все голоса звучали одинаково, и мы знаем, что официально Вашингтон заявил о поддержке политики одного Китая, и эти заявления были сделаны несколько раз, при этом буквально на прошлой неделе в Конгрессе США представили проект законодательства о поддержке Тайваня, и человек, который проводит это законодательство, сенатор Менендес, он так определенно раскритиковал этот подход одного Китая, он раскритиковал Китай, в принципе, как вы думаете, вот этот вот может быть разноголосица в политических элитах, она каким-то образом может повлиять на настроение Китая в том, как он будет подходить к решению вот этой проблемы Тайваня, именно в свете того, какие точки зрения и вообще какие планы на этот счет озвучивает Америка? На самом деле в Америке всегда есть такая разноголосица по поводу разных внешнеполитических событий, это в целом нормальное существование любого демократически избранного института, поэтому я думаю, что Китай за этим наблюдает, смотрит за тем, какая группа людей, принимающих решения сейчас наиболее влиятельна, я уверен, они через разные лоббистки, в том числе фирмы, пытаются влиять на тех, на ту часть американского политического сообщества, которое выступает за сохранение статуса КВО, за продолжение политики вот этой вот стратегической двусмысленности, да, которую США всегда придерживались по отношению к тайваньскому вопросу, они, естественно, понимают, как сложно устроен процесс принятия решения в Штатах и пытаются найти какие-то бреши в этой системе, чтобы продавить важное для них именно решение, которое может прозвучать из США, но инструментов вот этого попытки повлиять у Китая становится все меньше и меньше. Мы видим, что и ЦРУ, и другие американские организации все больше обращают внимание на потенциальное вмешательство Китая в любые процессы, начиная с бизнеса и, естественно, заканчивая политическими какими-то важными мероприятиями. И вполне возможно, что та группа, которая выступает за более жесткую позицию по отношению к Китаю, она держит верх, и мы увидим изменения на самом деле фундаментальных вещей в китайско-американских отношениях. И вот этот момент уже будет момент, который невозможно будет провернуть назад. И действительно, если произойдет то, о чем сейчас говорят некоторые представители Вашингтона, о том, чтобы пересмотреть политику одного Китая, это может привести действительно к непредвиденным реакциям со стороны Китая и потенциально ухудшению ситуации вокруг Тайваня. Но страдать от этого всего, естественно, будет не китайское общество, не американское, а тайваньское. Тимур Умаров в нашем эфире и это все, на что хватило времени сегодня. Дальше больше. Мы продолжаем следить за развитием событий. Это настоящее время итоги с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и всего вам доброго. Мы увидимся в следующие выходные.